Кто сейчас в Думе, вот люди, которые про псевдо-оппозицию, кто писал обращение в прокуратуру по всем заключенным, кто бы к нам не обращался, без всякой разницы, там, вы в взглядах и про, кто? Ну, куда они еще могут обратиться? К кому? Какой реально? Где она, эта оппозиция? Где она? Где? Она вся разбежалась, а мы не уедем из этой страны. Я знаю, что наш коллега Дмитрий Полушин из Красноярска, вот он, задал вопросы. Можем мы их сейчас вывести в эфир? Николай Николаевич, как вы относитесь к тому, что в последние полгода в России начали уничтожать независимые свободные СМИ? К тому, что генпрокурор Красно хвастается о том, что он вместе с Роскомнадзором заблокировал 138 тысяч сайтов? К тому, что у людей больше нет выбора, как читать свободную оппозиционную прессу? Как вы относитесь к тому, что из-за, в том числе, военной цензуры, из-за ужесточения уголовного законодательства, когда наказывают за слово, за мнение, за так называемые фейки, из страны бегут люди и возрос поток эмиграции? Я против привлечения к ответственности людей за их слова. Не нравится – дискутируй, доказывай свою точку зрения. Поэтому, конечно, я против всех этих вещей, о чем сказал Дмитрий. Но, с другой стороны, у меня за что заблокирован YouTube-канал? Ну, уничтожен. Там было 740 тысяч подписчиков. Да, может быть, они все очень плохие люди, да, с точки зрения YouTube. Но они, видимо, хотели меня слушать, раз они были подписчиками. Уничтожен, ну, насколько я понял, из писем YouTube, там очень так все это самое завуалировано. За мое другое мнение по спецоперации. Но это другая крайность. И ты должен иметь право высказаться. И ты должен иметь право высказаться. И люди должны, значит, сопоставив свободное, в своей точке зрения, что-то решить. Или, ну, вот те, кто говорят, что мы псевдооппозиция. Невзоров, сидящий, по-моему, в Израиле, взял и заявил. Почему? Смотрите, меня вот, я никогда не думал, что можно так вот просто врать. Ну, можно интерпретировать слова человека не так, как мне нравится. Платошкин заявил, что надо кастрировать всех украинских пленок. Блин, да я этого вообще никогда не заявил. Это сказал Александр Глебович Невзоров. Это отфиксировано на ютюбе, можно посмотреть. Да, абсолютно. Причем, ладно бы я хоть вообще эту тему бы когда-нибудь поднимал, там, знаете, с какой-нибудь точки зрения. Нет, взял и сказал, и все. После этого жене стали сыпаться, значит, он выложил ее телефон в сеть. Всякие там эти угрозы. Ну, ну, как можно врать-то, не могу понять. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, я так вот.